Сегодня на стаде комикс «Сорви голова» полное издание. Том 1 от автора и художника Фрэнка Миллера, которому в этом томе со сценарием помогают такие авторы, как Роджер Маккензи, Дэвид Мишеллини и Билл Мэн Тло. Твердый переплет, матовая обложка и 336 страниц, на которых разместились выпуски Питер Паркер, Поразительный Человек-паук с 27 по 28 и, собственно, серии «Сорви голова», выпуски со 158 по 161 и со 163 по 172. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Камильфо. Я думаю, у вас, как и у многих, имя Фрэнка Миллера ассоциируется с множеством значимых комиксов, которые оставили свой след в комикс-индустрии. Так и с этим сборником, в который вошли номера комиксов, в которых Миллер впервые принимал участие как художник серии, тем самым заложив основу для дальнейших своих работ. Первый выпуск, нарисованный Фрэнком, это «Сорви голова» под номером 158, в котором «Сорви голова» вступит в схватку с ловцом смерти. Серию пишет в это время Роджер Маккензи, а Миллер привносит в комикс элементы нуар-фильмов и восточной культуры. Кроме того, уделяет много внимания мельчайшим деталям. Как говорят его коллеги по цеху, он часами рисовал крыши Нью-Йорка, чтобы добиться реалистичности изображения. Со 168 выпуска Миллер начинает еще и писать. В этом же выпуске впервые появляется ниндзя-наемница Электра, которая станет его любимым персонажем. Миллер решил не идти протоптанной дорожкой и не сочинял очередной сюжет о любви двух супергероев. Взаимоотношения «Сорви головы» и Электры были очень непростыми. Эти двое то бросались друг другу в объятия, то становились смертельными врагами. Вообще, в представленных здесь номерах можно проследить то, как комиксы от Миллера становились такими, какими их запоминают читатели. Это яркие, героические комиксы с антуражем нуарных детективов, мрачной атмосферой безысходности, страхом, пронизывающим повествование, угрюмыми персонажами, которые не ждут ничего хорошего от жизни, роковыми красотками и могущественными злодеями, ну и, конечно же, необычные и, самое главное, неожиданные повороты сюжета. Миллер всегда ставил перед собой задачу показать необыкновенные способности главного героя, а также привнести реализм в приключения «Сорви головы». Стараниями Миллера к 1983 году «Сорви головы» стал одним из наиболее популярных супергероев вселенной Марвел. Однако стоит отметить, что заслуга по спасению серии не принадлежит целиком Миллеру. Роджер Маккензи до прихода Фрэнка написал сценарий к 7 выпускам о «Сорви голове» и, можно сказать, подготовил почву для тех идей, которые потом начал развивать художник, вскоре подключившийся к написанию сценария. Как по мне, два самых ярких сценария Маккензи написал к выпускам 163 и 164. В последнем состоялась одна из самых необычных схваток «Сорви головы» с Халком, в то время как в первом рассказывается о прошлом Мэтта Мердока. Это очень эмоционально насыщенная история о формировании «Сорви головы» как супергероя. Оба номера очень разные по настроению и просто великолепно исполнены. Этот комикс я могу порекомендовать как новым читателям, желающим познакомиться с героем в красном трико, так и заядлым фанатам. Ну и вообще всем любителям комиксов, которые хотят прикоснуться к классике. Но как вы знаете, все комиксы тех лет имели старый стиль написания комиксов, а именно, где персонажи должны думать и объяснять все то, что происходит. Такой момент может некоторых отпугнуть, но по прочтению пары номеров к этому все-таки привыкаешь. Этот великолепный комикс вы можете приобрести в официальном магазине издательства 28-й, ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео вконтакте. Да кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер комикс-соид. Субтитры сделал DimaTorzok